Уже на следующей неделе выпускники школ начнут сдавать первые госэкзамены. 27 мая географию и литературу, 29 числа математику, базовые и профильные уровни. Ну а с гостем нашей студии Натальей Полосиной, начальником отдела общего образования Миноборнауки Алтайского края, мы поговорим о том, с какими проблемами могут столкнуться выпускники и какие изменения произошли в экзаменационной кампании этого года. Наталья Владиславовна, здравствуйте. Здравствуйте. В нашей новой студии и вы в новой должности. Поделитесь, как вам? Знаете, есть у психологов такое понимание, что через 5-6, максимум 7 лет нужно менять место работы. Вот, наверное, тот период как раз и подошел, и было предложено поменять место работы, предложили новое место, новую должность. Поэтому я согласилась на эту должность, и вот теперь я в новом статусе перед вами. Ну, я скажу, что наш коллектив за вас очень рад. Спасибо. Возвращаемся к нашей основной теме. Насколько мне известно, единые государственные уже на этой неделе стартовали. У кого? Ну, они стартуют на этой неделе, ну, скажем так, это не единый государственный экзамен, а государственная итоговая аттестация. И на этой неделе будут ее сдавать девятиклассники. У них экзамен по физике ОГЭ. И на следующей неделе уже ЕГЭ. На следующей неделе ЕГЭ начинается по полной программе. По полной программе, когда завершается, ну и коротко о расписании. 27-го мы стартуем. 27-го мы стартуем, вы правильно абсолютно сказали, с географией и литературы. Дальше идет математика, впоследствии русский язык. Вообще, итоговая аттестация продлится до 1-го июля, включая основные дни и резервные дни. Резервные дни у нас касаются тех ребят, которые на сегодняшний день не попадают в те сроки основных экзаменов. Ну, например, география, литература. Мне нужно сдать и тот, и другой предмет. Если я сдаю географию, значит, литературу я буду сдавать в резервный день. Ну, или наоборот. Кроме того, в резервный день можно будет сдать базовую математику тем, кто написал в основной день профильную на неудовлетворительно. Вот такое новшество в этом году. Так, ну раз уже заговорили о новшествах, какие еще есть? Я знаю их несколько. Первое, вот я уже сказала про математику, да, но в этом году выпускникам можно сдать либо базовую математику, либо профильную. В прошлом году это можно было сделать и то, и другое. В этом году у нас введен дополнительный иностранный язык, китайский язык. Впервые, да? Это впервые, да, это впервые, поэтому совсем чуть-чуть, единицы будут сдавать китайский язык. Поэтому мы в этом году будем сдавать английский, немецкий, французский, испанский и китайский. А как вот принимается решение, что вот вводим теперь еще и китайский? Ведь всего действительно там только 4 ребенка, я могу ошибаться, но все равно единицы. То есть принимается решение не на уровне Алтайского окрая, принимается решение на уровне Российской Федерации, в зависимости от того, насколько есть спрос на эти языки. Ну, видимо, если всех ребят объединить по России, то там в принципе... Да, то есть желающие для того, чтобы сдать этот язык. Поэтому ввели, будем сдавать. То есть вполне возможно, что в следующем году захотят ребята сдавать японский, предположим. Будет дополнительный язык. Так, будут резервные дни, вы про них сказали. Что делать ребятам, которые, например, по состоянию здоровья не могут в определенный день прийти и сдать ту же математику? Первое, что нужно сделать, нужно взять медицинскую справку. Ну вот случилась какая-то трагедия, подскользнулся, упал, очнулся. Подскользнулся, упал. Лежишь в больнице, лечишься. Лежишь в больнице, лечишься. Если в больнице есть пункт приема экзамена, то такое может быть. Это по заявлению родителей. Это нужно сделать очень быстро. Если как такового нет, то экзамен будет сдан после того, как выздоровеет ребенок. Можно будет... Если это случай скоротечный, скажем так, то это можно будет сделать в резервный день. Если это достаточно пролонгированного действия, то будет дополнительный период для сдачи ЕГЭ. Но это сентябрь. То есть ребенок, получается, сдаст только в сентябре и не попадает в этот учебный год в высшее учебное, если планировал? Если планировал, то да. То же самое произойдет и с теми, кто сдал на двойку. На двойку, грубо говоря. День пересдачи только в сентябрь, в смысле месяца. В дополнительный период двойку пересдать можно только ту, которая получена по профильной математике, пересдать на базовую. А вот по опыту предыдущих лет, много ли у нас в Барнауле, наверное, вы лучше знали тогда, на тот момент, было ребят, которые на НЕУД написали ЕГЭ и на сентябрь? Были, да. Были порядка, наверное, 160 человек по разным предметам, да, уходили на сентябрь месяц. А сколько всего в этом году ребят будут сдавать ЕГЭ? Вообще в этом году у нас будет сдавать почти 13 тысяч выпускников школ Алтайского края, да. И порядка 25 тысяч будет сдавать девятиклассников. Ну не в каждой же школе будут пункты сдачи ЕГЭ, правильно? Нет, конечно, не в каждой. Если говорить о городе Барнауле, например, да, то 85 школ, а пунктов приема экзамена всего 19. Но они расписаны очень четко по школам, по дням, когда, в какое время, в какой школе. Если говорить по краю, то там более 100 пунктов приема экзамена. Не нужно, если в городе Барнауле, то мы имеем общественный транспорт, да, то школьников края обязательно подвоз учащихся будет осуществлен. Организован автобус. Да, организованы автобусы, организован подвоз учащихся и обязательно сообщением ГИБДД с соблюдением всех требований правил дорожного движения. Ну, соответственно, правила сдачи ЕГЭ тоже прежние, строгие. Строгие. Ни телефонов, ни шпаргалок, к сожалению, не принести, да. Я знаю, что есть кое-какие обращения от пожилых людей, от бабушек, выпускников, которые боятся, что на протяжении многих часов их ребенок останется без питания. Есть такие обращения, да, вы знаете, как ни странно, но именно от бабушек. Наверное, это правильно, потому что мама с папой, они люди взрослые, они понимают, что это достаточно ответственный день. Бабушка, она более мягкое сердце, поэтому хоть бабушка, хоть дедушка, да, и любишь внуков несколько иначе, чем детей. Поэтому, что могу сказать по этому поводу? Нельзя брать с собой ни печенье, ни шоколад, ничего остального. Почему? Потому что есть порядки, прописаны условия поведения и условия соблюдения правил внутри аудитории, где сдается экзамен. Что там? Это должна быть тишина, это не должно быть каких-то посторонних звуков и так далее. Мы сегодня прекращаем даже все строительные работы, которые ведутся близи школ, для того, чтобы соблюсти вот эту тишину. Поэтому любое нарушение тишины, это может быть апелляция со стороны любого другого ребенка, что ему помешали провести экзамен. Первое. Для того, чтобы не бояться, что ребенку будет плохо, обязательно нужно накормить его завтраком. Это в любом случае, независимо ни от того, какой это экзамен. Это действительно волнение, это действительно определенное время, да, поэтому нужно обязательно накормить завтраком. Дайте ему шоколадку, пусть он даст свой пакет, у него там будет лежать либо шоколадка, либо печенье, либо то, чем он сможет перекусить, может быть, это будет банан, может быть, это будет яблочко. То есть то, к чему привык ребенок, чтобы вот выйдя из пункта приема экзамена и доехав до дома, он не успел проголодаться, скажем так, чуть-чуть перекусил. Уже придя домой, он от души пообедал. А вообще страсти по поводу ЕГЭ подутихли? Ведь, по первости, родители, выпускники говорят, для чего все это придумали, такие стрессы для ребят? Вы знаете, да. Успокоились, привыкли. Вы знаете, а сегодня есть несколько направлений, Лен. Сегодня очень хорошо работают психологи. И психологи-то о чем говорят? Очень четко и уверенно нужно готовиться к экзаменам. Сегодня есть демонстрационные тесты по всем абсолютно предметам. Абсолютно по всем. Они в свободном доступе, они на сайте. Можно в течение всего года, а может быть и в течение двух и трех лет, выходить, решать, смотреть, прорешивать, задавать вопросы. То есть уже идти на экзамен готовым во всеоружие. Потому что тесты, которые идут в демонстрационных, они подобными заданиями и заложены в КИМы, контрольно-измерительные материалы ЕГЭ. А нигде в интернете нельзя найти тот вариант, который будет в этом году на экзамене? Нет. Точно? Только подобные. Как будут оборудованы классы? Все ли оснащены видеонаблюдением? Видеонаблюдением оснащены абсолютно все классы. Но у нас онлайн наблюдение будет вестись там, где 11 классы будут сдавать, а оффлайн будет там, где будут сдавать девятые классы. Но в любом случае будет идти запись, и в любом случае это будет подконтрольно. Учителя, соответственно, которые работают в этой школе, тоже в ней присутствовать не будут. Это правило. Это правило. А кто будет следить за прохождением ЕГЭ? Учителя иных школ, они будут и... Но они как сторонние наблюдатели, или они прошли какие-то курсы своего рода? Они обязательно прошли курсы. У нас прошли курсы практически все организаторы работы ППМ. У нас прошли курсы все эксперты, которые работать будут при проверке письменных работ. И на сегодняшний день у нас прошли курсы и общественные наблюдатели, скажем так. То есть и такие будут? Да, обязательно будут. Они каждый год. Это обязательное требование. И, как правило, это студенты высших учебных заведений. Их достаточно много. Либо общественники. Ну а результаты, когда мы узнаем, кто как сдал, они в интернете появятся или объявят? Они появляются в интернете, на сайте ЕГЭ. Срок проверки работ – три дня. На четвертый день нужно уже смотреть. По любому предмету, да, получается? По любому предмету, четвертый-пятый день. А что по русскому у нас нынче? Там, я помню, менялись какие-то условия, нужно было сочинение написать, диктанты, тесты? Ну, сочинение изложения с элементами, изложение с элементами сочинения, либо изложение, нужно было написать еще зимой. Это была зачетная работа, это зачет, зачет, либо не зачет. Если зачет, то ты сразу допущен уже к ЕГЭ, либо не зачет, у тебя была возможность пересдать в марте. Сдали, допустили к экзамену, а вот то, что касается внутреннего экзамена, то там есть некий текст, тема задается, и нужно определенное количество слов по этой теме написать. То есть элемент сочинения, скажем так. Это часть С. Ну, вы как оцениваете? Уровень знаний наших школьников сдадим хорошо на уровне России? Вы знаете, сейчас Рособранадзор не выстраивает рейтинг на уровне России, поэтому мы можем сравнивать себя только с собой. Школ? На уровне школ, на уровне даже не муниципалитетов. А вот, например, город Барнаул или любой муниципалитет Алтайского края в прошлом году вот так сдал, а в этом году вот так сдал. Выпускники Алтайского края в прошлом году вот так сдали экзамены, а в этом году вот так сдали экзамены. Наверное, это правильно. Почему? Когда мы начинаем себя сравнивать, мы четко понимаем, где мы западаем, по какому предмету, и где какому краевому метод объединения, на что нужно обратить внимание. Ведь мы сегодня выстраиваем рейтинги не просто так, мы сегодня выстраиваем их с аналитической целью, чтобы педагоги, методисты, проанализировав данную работу, на будущий год организовали ее в ином ключе. Не в плане натаскивания на ЕГЭ, а в плане именно подготовки детей и обеспечения их прочными знаниями. Пожелаем выпускникам удачи, мне кажется, все будет хорошо. Я тоже на это надеюсь. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо вам. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Наталья Полосина, начальник отдела общего образования Министерства образования и науки Алтайского края. Продолжение следует...